Я работаю с женщинами, которые хотят построить счастливые отношения. И они мне часто говорят, я хочу встретить хорошего мужчину, я хочу быть счастливой, но я больше им не доверяю. Я уже очень сильно обожглась и не хочу ошибиться еще раз. А другие говорят, что вообще лучше быть одной, потому что все мужчины предатели. Нет им доверия. Как же снова начать доверять мужчинам? И вообще возможно ли это? Без доверия невозможно строить счастливые и радостные отношения. Потому что если нет доверия, то подсознательно мы будем ожидать повторения какой-то травматической ситуации. Мы будем ожидать, что нас предадут, что обязательно будет какой-то удар в спину, из-под тяжка. То, что мужчина может начать изменять, обманывать и так далее. И вы знаете, восстановить это доверие мужчине как таковому достаточно сложно. Если его не сложилось в детстве с отцом в ранних отношениях. Если потом мужчины предавали. Но тем не менее это возможно. И когда мне говорят, что я больше не доверяю мужчинам, я тогда задаю очень один интересный вопрос. А вы доверяете себе? Вы доверяете своим чувствам, своим эмоциям, своим мыслям, ощущениям? Вы доверяете своему телу? Доверяли ли вы себе в прошлых отношениях? В тех отношениях, в которых вы получили вот этот травматический опыт? Вот эту боль вы получили от мужчины? Доверяли ли вы себе в этих отношениях? Было ли это адекватное доверие? Реальное такое? Либо это было слепое доверие, и вы жили в отрыве от реальности? То есть вы видели, что мужчина, допустим, с вами как-то обращается не очень хорошо. Вам не нравилось это, но вы это проглатывали, где-то закрывали глаза, где-то думали, что вам показалось и так далее. То есть доверяли ли вы своим чувствам? Или вы игнорировали все свои эмоции, все свои чувства, все свои догадки? Исходя из своего опыта и из своей практики, я пришла к тому, что доверие к мужчине складывается из нескольких основных моментов. Конечно же, первое, откуда это все идет, доверие, да, можем ли мы доверять мужчинам или не можем, это наше отношение с отцом. И в этом первом опыте мы получаем вот это вот знание, можно ли доверять папе. Если папе можно доверять, то, соответственно, мы можем доверять и другим мужчинам. Если папе нельзя доверять, соответственно, мы будем не доверять другим мужчинам и перепроверять их все равно. То есть внутри все равно будет жить вот эта вот какая-то неуверенность в том, что как с тобой могут поступить. Следующий момент доверия к мужчинам строится на том, какой опыт мы получили с другими мужчинами. Если они нас предали, если даже один мужчина нас предал, то, соответственно, мы этот опыт будем переносить и на других мужчинам. Потому что это невероятно больно. Вот эта боль предательства, от этого просто падаешь, от этого теряешь опору и не знаешь, за что хвататься, на что опираться. И третий момент доверия, он очень важен. И он, пожалуй, один из самых главных. Это момент доверия себе. Вспомните, возможно, у вас были такие отношения, после которых вы больше не доверяете мужчинам. И подумайте, когда в этих отношениях вы не доверились своим чувствам, своей интуиции, своему телу, своим догадкам и предали себя, и перестали себе доверять, и занялись таким самообманом, да, очень красивым самообманом. Доверяли ли вы себе, были ли вы в контакте со своими чувствами? От самой первой встречи с этим мужчиной до того момента, когда вы окончательно перестали доверять и окончательно разочаровались, потому что он поступил с вами как последний подонок. Вы знаете, почему я об этом говорю? Потому что большинство женщин, которые столкнулись с каким-то предательством их доверия, они, как правило, говорят, ну я же знала, я же чувствовала, я же чувствовала, что, возможно, это не совсем мой человек. Вот были же какие-то такие мелочи в нашей жизни, когда я чувствовала, что он как-то нехорошо со мной обращается. Я же видела, что иногда он надо мной издевался, где-то он меня унижал, где-то высмеивал, где-то сравнивал там с другими женщинами. То есть женщины же это чувствовали в самом начале своих отношений, но как будто бы своим чувствам они не доверяли и закрывали глаза на это. Очень многие женщины остаются в одиночестве, потому что получили этот опыт предательства и травму по доверию мужчине. Я знаю некоторых женщин, которые получили травму по доверию с отцом, и они на всю жизнь просто отказались от отношений, потому что эта боль была настолько сильной, что сработали серьезные защиты, чтобы не подпустить ни одного мужчину больше в свое пространство. И тут их, конечно, тоже можно понять. И они больше не хотят, чтобы их предавали, потому что когда-то они понадеялись на мужчину, когда-то у них было это доверие, но они потерпели огромнейшее, тяжелейшее разочарование. Я приведу свой пример. Я очень сильно доверяла своему папе и очень сильно его любила. Для меня это был, конечно, такой божественный образ. Сейчас я понимаю, что это детское восприятие папы, мужчины, и что нужно взрослеть и выходить в реальность, и что папа, он не только прекрасный, богоподобный человек, но он в первую очередь просто человек со своими разными чертами характера. Папа может быть и добрым, и злым, и справедливым, и несправедливым, и каким угодно. Ну и вот, конечно же, я как ребенок видела папу очень добрым, великолепным, справедливым, чудесным, честным и так далее. И когда он начал изменять маме, и это все вскрылось, и я узнала, что у него есть своя другая жизнь, то, конечно же, мое доверие к отцу было растоптано просто в хлам. И, соответственно, после этого я поняла, что если я не могу доверять своему папе, любимому просто, то, ну как же я могу доверять другим мужчинам? Как со мной может поступить чужой человек, если же папа со мной так поступил? И, конечно же, поэтому у меня была вот эта большая травма, и я на всех смотрела мужчин сквозь призму «Так, а ты меня предашь, как папа, или не предашь?» Ну и сложность была в том, что папа не только с мамой перестал общаться, они ненавидели друг друга, да, но и то, что он сократил очень сильно общение со мной. И я, конечно же, страдала. Я страдала и не доверяла мужчинам, и не могла построить свои отношения. И, честно говоря, я вообще не понимала, как можно восстановить, реабилитировать это доверие к мужчинам. Вот. Но слава Богу, что в этом мире есть психология, есть психологи, есть другие люди, и это доверие всё-таки можно восстановить, особенно если оно было в ранних отношениях с отцом. То есть ведь когда-то я доверяла папе, да, когда-то это было, соответственно, в базовой вот этой моей матрице отношений это доверие, это зерно любви и близости, оно осталось. Да, потом произошла травма, но с травмой доверия я поработала. И у меня снова появилась возможность доверять мужчинам. Кроме того, выйдя из этой травмы, я стала ещё сильнее, и у меня появились новые ресурсы. И я стала более взрослой, я стала более наблюдательной. И, соответственно, выйдя из этой травмы, я стала гораздо сильнее, мудрее и опытнее. Вот, теперь я слепо не доверяю мужчинам. У меня есть базовое доверие мужчинам, но, тем не менее, я нахожусь в реальности. И если что-то идёт не так, я переспрашиваю, уточняю, делаю какие-то выводы. То есть я нахожусь в контакте с реальностью. Можно ли доверять этому человеку или нельзя. Кроме того, я нахожусь в контакте со своими чувствами, со своим телом, потому что тело тоже чувствует, когда мужчина врёт, предаёт и так далее. Вот, это очень важные моменты. И вот смотрите, когда женщина находится в таких отношениях, где она доверяет мужчине, то есть она на него возлагает вот эти вот все надежды, и вот она, понимаете, слепо доверяет этому мужчине. И перестаёт в этот момент доверять себе, своим чувствам, своим мыслям, своим эмоциям, своему телу. И вот в этом моменте нужно остановиться. Потому что мы должны изначально доверять в первую очередь себе, а потом уже другому человеку. И причём, знаете, не то, что мы доверяем полностью, я его увидела, всё, я ему до конца жизни доверяю, я его идеализировала, он, значит, такой прекрасный и так далее. Нет, жизнь меняется, всё меняется. Я считаю, что всё-таки нужно быть в контакте с реальностью. Быть в контакте с реальностью, это значит всё время калибровать свои чувства, свои эмоции, свои мысли и сопоставлять это с реальностью. Поэтому вы можете вспомнить, вот когда вы жили с человеком, которому, как вам казалось, вы доверяли, а потом он это ваше доверие предал. Вспомните, а зачем вы занимались самообманом, а были ли вы в доверии самой собой, ради чего вы не доверяли своим чувствам? Для того, чтобы, возможно, оставаться в отношениях, для того, чтобы не разрушить семью, или для того, чтобы что-то о вас не подумали ваши родственники. Ведь женщина всегда чувствует ситуацию, обстановку, но очень часто она не доверяет себе. Или вот, например, знаете, женщина встречается с женатым мужчиной и говорит потом, что он её предал, что он её обманул, не ушёл от жены, как он обещал и так далее. Ну, так, женщины дорогие, а чего можно было ожидать другого? Чего можно было ожидать от человека, который уже предаёт доверие с другой женщиной? Как можно ожидать, что у вас будут с ним доверительные отношения, что ему можно верить? Откуда такие иллюзии, что он вас не предаст? Он уже это делает, понимаете? Он уже предаёт свою жену и детей. И точно так же он может предать вас. Это огромная вероятность. Зачем доверять мужчине, который вытирает об вас ноги? Который вас унижает и оскорбляет? Вы знаете, многие рассказывают мне, что Ну, я же видела, я же знала, или догадывалась, или чувствовала, что что-то не то. Я не могла понять, это что-то вот не то, или мне показалось. Но почему-то тогда я не слышала себя. Я закрывала на это глаза. Ещё приведу один маленький пример. Женщина прожила со своим мужем 30 лет. И тут она видит, что он как-то очень за собой начал там ухаживать, стричься чаще. Парфюм какой-то себе купил, который никогда в жизни не использовал. Начал душ принимать постоянно и утром, и вечером. Трусы менять свои. Понимаете? И вроде как всё хорошо было, жили там много-много лет вместе. А тут вдруг такие перемены. И эта женщина просто на это смотрит и думает, ну ладно, вот оно так. Ну странно, почему-то он ещё и задерживаться стал, и всё время куда-то ездит. И на выходных у него постоянно дела какие-то появились. Ну ладно, я же ему доверяю, это же мой муж. Ну вот просто, наверное, возраст такой. А потом оказывается, конечно же, что у этого мужа уже давно есть молодая любовница, на которую он тратит деньги. И вообще уже живёт параллельной второй жизнью. И вот тут вот у меня возникает вопрос доверия себе, своим чувствам. Но вы же видите, что человек рядом с вами, он поменялся. Вы же видите, что он вас не уважает. Что его действия изменились, привычные. И мне очень нравится эта фраза. Когда вам что-то кажется, это значит не кажется. Ну, учитесь доверять себе. Ну и тогда женщины говорят, ну я же видела, ну куда же мои глаза смотрели. Действительно, куда смотрят глаза в таком случае. Я бы хотела ещё сказать о таком моменте, что женщины почему-то очень часто идеализируют мужчин. И мне кажется, вот и из моей практики, и из практики моих знакомых, что идеализация мужчин – это вообще враг отношений. Не стоит думать, что мужчина весь такой волшебный. Он только правильный. Он всегда будет вас защищать. Он не может ошибаться. Что он должен делать всё правильно, и так как вы от него ожидаете. Поймите, что всё, что вы идеализируете в своей жизни, всё будет обесценено и разрушено. Поэтому идеализировать мужчину не надо. Мужчины, они тоже ошибаются. Они тоже люди. Это те же самые маленькие дети, маленькие мальчики, которые превратились во взрослых мужчин. Поэтому и мужчину нужно видеть реальным, и себя реальным. Что это значит? Это значит, что я признаю, что я такая, как есть. У меня есть свои сильные и слабые стороны, свои прекрасные качества. И те качества, за которые, возможно, мне стыдно. И то же самое есть у мужчин. Я очень хорошо понимаю, как это больно кого-то идеализировать, кому-то очень сильно доверять, и потом получить вот такую травму по доверию. Я это вот прямо прошла, да, и со своим папой, и с другими мужчинами. Но дело в том, что у каждой травмы есть свой ресурс, есть бриллиант, который в ней заложен. И если у вас была какая-то подобная ситуация, если вы действительно очень сильно доверяли, и ваши ожидания были преданы, и растоптаны, и уничтожены, то спросите у себя, в каком месте я застряла? Все, я больше никому не доверяю, ничего не хочу. Не будет в моей жизни больше никаких мужчин. Буду жить одна, либо буду жить с кем-то, и все время его перепроверять, не доверять. Либо вы прожили эту ситуацию и дали себе новый шанс, и подумали, а какой ценнейший опыт я извлекла из этой травмы. Вот я вам хочу рассказать, какой ценнейший опыт я извлекла из этой травмы. Я научилась слушать себя. Я научилась доверять себе, своим чувствам, своим мыслям. Не опираясь на вот тот опыт предательства с папой и с другими мужчинами, а рассматривая каждый конкретный случай взаимодействия с мужчиной как отдельный. Можно ли доверять конкретно вот этому мужчине, прислушиваясь к себе, что я чувствую рядом с ним на самом деле. Мне с ним тепло, мне с ним хочется расправить плечи с этим мужчиной, мне хочется идти с ним в будущее, или мне хочется как-то зажаться, или мне хочется как-то агрессировать на него, выместить всю свою злость, которая у меня была там и тогда, к тем мужчинам, на этого мужчину. Чему я еще научилась? Конечно же, я научилась слышать голос своей интуиции, разума, сигналы тела, потому что вот наше тело, оно очень тонко реагирует на вот это вот, можно ли доверять человеку. Тело невозможно обмануть. Я помню, когда я жила в недоверии к мужчинам, я гуляла по нашему лесу там, по тропинке, и мне навстречу шли мужчины, например, и я заметила, как, приближаясь к мужчине, я аж вот так, я шарахалась. То есть мое тело, просто видя какого-либо мужчину, оно от него отгораживалось. Все, я избегала контакта, любого контакта с любым мужчиной. Поэтому, если вы видите, что вы так шарахаетесь от мужчин телесно, то попробуйте разобраться, что в этом моменте, да, почему так происходит. Возможно, ваша травма еще болит. И, возможно, ее стоит подлечить любовью к самой себе в первую очередь. Что я еще извлекла, да, из этой травмы для себя. Я почувствовала свою силу. Я почувствовала свое право выбирать. Я почувствовала свое право входить в отношения, когда я хочу, и заканчивать их, когда меня это уже не устраивает. Кроме того, я научилась жить в одиночестве. Я могу спокойно жить одна. Ну, конечно, вот сейчас мне нравится больше жить с мужем, да, в отношениях. Но в целом я прекрасно жила и одна. Я не лезла на стену от того, что у меня нет партнера, нет мужчины, нет отношений. Да, переживала, но я совершенно спокойно справлялась. Я научилась сама себя обеспечивать и обеспечивать все свои потребности. То есть я была абсолютно автономна. Я могла жить с мужчиной и без мужчины. Самое главное, чему я научилась, я научилась доверять себе. И это самый прекрасный навык, который я извлекла из своей травмы по доверию мужчине. Я научилась быть внимательной к поступкам и к словам другого человека. Знаете, не витать в облаках, не идеализировать человека, а видеть его реальным и делать свои выводы, исходя из нашего контакта. Как он проистекает, какое у меня состояние рядом с человеком, о чем он говорит, как реагирует мое тело, и что я чувствую. Представляете, какие ценные бриллианты или жемчужины опыта я получила из той травмы, когда перестала доверять мужчине, а потом заново научилась. Если сейчас в моей жизни произойдет какое-то предательство, я совершенно точно понимаю, что я смогу это пережить. Я смогу это пережить, сделать вдох и выдох и пойти по жизни дальше. и строить какие-то новые отношения на самом деле. Я не могу сказать, что мне не будет больно. Конечно же, будет больно. Но я смогу это пережить и переварить, и открыться навстречу новому опыту. Еще я очень хорошо научилась чувствовать, когда меня начинают унижать, издеваться, даже если это какие-то завуалированные шуточки. Ведь это тоже пассивная агрессия. И это не всегда шутки. Понимаете? Это агрессия, которая под маской шуток. Например, ты мой там бегемотик или толстушечка. Это не шутки. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то вспомните, где в отношениях с мужчиной вы себя не услышали. В какой момент вы не доверились своим чувствам. Действительно, сейчас вы можете не доверять мужчинам. И это может произойти еще не скоро и не сразу. Но факт в том, что даже несмотря на какие-то травмирующие ситуации из прошлого, вы можете пробовать вступать в новые отношения. Но в первую очередь с доверием к себе. И чуть что, опираясь на полученный опыт, принимать своевременные решения. То есть, вы можете попробовать вступать в отношения. Может быть, вы не будете там на сто процентов доверять мужчине. Может быть, вы чуть-чуть ему сможете доверять. Но попробуйте вступать в эти отношения с доверием к себе. Понимая, что я сейчас уже взрослая. Я уже не наступлю на те же грабли. Я доверяю себе. Я буду внимательна к своим чувствам. Я буду в реальности находиться с этим человеком. А не улетать в иллюзии. Я буду тестировать эту реальность. И, соответственно, делать свои выводы. То есть, мне кажется, самый главный навык для того, чтобы строить отношения, это все-таки научиться доверять прежде всего себе. Тестируйте свою реальность прямо в мелочах. Помните? Дьявол в мелочах. Говорит ли вам мужчина правду? Врет ли при вас другим людям? Если врет другим, значит, и вам может врать. Развивайте наблюдательность, чувствительность. Обращайте внимание на то, есть ли в ваших отношениях психологическое насилие. Дело в том, что его очень сложно отследить, но вы научитесь. Самый главный признак, если в ваших отношениях психологическое насилие, это когда вам другой человек, ну, мужчина в данном случае, пытается донести, что вы какая-то недо, что вы недостаточно хорошая, недостаточно красивая, недостаточно молодая, уж извините, недостаточно успешная и так далее. То есть, если вы чувствуете, что вам мужчина несет вот эту вот пургу, что вы какая-то недо, доверьтесь своим чувствам и принимайте правильные решения в своей жизни. Понимаете, если мы опираемся на доверие к себе, то мы будем очень своевременно выходить из таких вот деструктивных и абьюзивных отношений и не доводить их до того, что будут какие-то побои и страшные вещи происходить. Поэтому я топлю за то, чтобы мы женщины научились в первую очередь доверять самим себе. А после этого нам будет уже гораздо легче доверять мужчинам и строить свои отношения. Но дело в том, что вот это доверие к себе и знакомство вообще с собой, со своими чувствами, эмоциями, со своими телесными реакциями это такой довольно длительный процесс. Если мы этому не научились когда-то, то этому нужно учиться. И вот это доверие к себе очень классно развивается в личной долгосрочной терапии. и этот навык, который вы получите в личной терапии, он защитит вас от многих проблем в личной жизни, в отношениях, с мужчинами, с другими людьми. И этот навык останется с вами на всю вашу жизнь. Знакомство с собой это самый увлекательный процесс, который только есть в этой жизни. Знаете почему? Потому что оказывается, что все ответы на все вопросы они находятся внутри нас. А терапия этот самый тот ключик, который помогает эти внутренние ответы выразить наружу в общении с психологом. Потому что иногда мы настолько живем в каких-то шорох, ракушках, догмах и не имеем этого контакта с самой собой. Так вот личная терапия она как раз таки дает все возможности обрести этот контакт с самой собой, научиться доверять себе, научиться доверять мужчинам и быть конечно же более счастливой. Потому что наши внутренние ответы всегда нас ведут по самому лучшему для нас сценарию нашей судьбы и нашей жизни. Это я проверяю на себе, на моих клиентах уже неоднократно. Друзья, спасибо, что были со мной. Доверяйте себе, доверяйте своим чувствам, мыслям, эмоциям, своему телу. И будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал, делитесь своими комментариями. А я с вами прощаюсь. До новых пока.